В Алматинской области состоялась традиционная парусная регата «Транс Капшагай-2022». Ежегодно она проходит при поддержке областного акимата. В этом году, кроме казахстанских яхтсменов, в парусном походе приняли участие любители водных видов спорта из Кыргызстана и Украины. Все подробности в нашем материале. От удачного старта зависит 50% успеха во всей регате, утверждают ее участники. Старт в парусном спорте не такой, как в других видах. Сначала яхты уходят на так называемую свободную воду, и все вместе стараются как можно ближе держаться к стартовой линии. За минуту до начала соревнований гонщиков предупреждают. Краткие команды, которые подаются уже во время заплыва, яхтсмены выполняют с четкостью до автоматизма. Я приехал из Кыргызии по приглашению Сергея поучаствовать в Капшагайской регате. Это традиционное мероприятие. Пропустить его было нельзя. Сейчас мы путешествуем по Капшагаю, а в августе поедем уже к нам в Кыргызию. Счастье, это ветер в лицо и брызги по бортам набирающего скорость парусника. Парусное судно может разогнаться до 25 км в час. Насладиться скоростью на этот раз мешал порывистый ветер. Уже через несколько секунд можно было попасть в зону штиля, утверждают опытные яхтсмены. Многие из них продемонстрировали настоящее мастерство. Ловили ветер так, чтобы судно ни на секунду не останавливалось. Крупные парусники и миниатюрные лодки соревновались в отдельных категориях. Прошел поход удачно. Нам везло всегда с ветром. И мы все абсолютно условия получили удовлетворение от ветра, от штиля, от встречного ветра, от пущного ветра. От гигантских волн. От дождя с похолоданием. Первый раз паруса над Капшагаем наполнились ветром почти 30 лет назад. Именно столько существует городской парусный клуб. Почти все, кто начинал ходить под парусом еще в 90-е, приезжают сюда до сих пор. В этом году Транс Капшагай-2022 прошел в новом для себя формате спортивного парусного похода. На просторах Капшагайского водохранилища участники преодолели почти 200 километров. Восхитительно. Самый лучший вообще поход. У нас сегодня второй, но это самый лучший. Ветер, дождь, штиль. Мы все-все испытали, что хотели. Вообще на 150% у нас удовольствие. Получается, шторм где-то 3 балла нам сказали. Волны до 3 метров поднимались. Вот это на самом деле было шикарное ощущение. Лучшие экипажи были отмечены грамотами и ценными призами. В их числе «Пацифика» под руководством Анатолия Усманова, «Рубикон» руководитель Андрея Гайда и «Рея» роль вой Евгений Баранов. Лилия Штогрина, Диана Фролова, телеканал «Запису». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова, телеканал «Запису»